Все в действии, все в действии. Смотрят. У меня был суд в 2005 году и до сих пор предписание суда не исполним. В общем, пять лет судовник подбить не дал. Следователь Сева, когда расследовал уголовное дело, он был следователем областного? Я на Шевченко. Нет, не на Шевченко, а где-то на Советской, в районе Советской я была. Потом у меня был... Куда вы компетры? На Чкавово вы ездили? Возле таможни? Нет, нет, я была где-то в районе Советской. Я забыла, что где-то район Советский там... Шевченко, например. Шевченко, 71. Да, да, да. Это был... Нет, 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 Шевченко, 71. А это было городское, да, это было значит, что скажем на Шевченко. Потом, в последнее время... У вас есть номер дела, номер ухода? Да. Скажите, пожалуйста. 0,441, 0,206. Потом мы его вел Чернявский, теперь его ведет Дороненко. В общем, все время... Я была на приеме Варушенко. В общем, где можно, я пыталась что-то сделать, и везде вот это дело уже, считайте, 6 лет. Оно даже не определено. То есть судебного заседания еще не было? Суд направляло дело? В отношении так сердечных не было? Нет, в суд я попала, потому что я была не согласна с действиями ЦЭЛ, как-то так, скорее всего. То есть в отношении таксиста дело в суде не направлялось? Нет, 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 нет. То есть оно было прекращено еще в 2000 чемпионатах? Возвращение мне согласно с этим решением, вы его обжаловали в суде? Да, да, да. Суде. В следующий день так оно все и осталось. Его закрывало уже 6 лет. И открывали. Закрывали и открывали. Мы просто вам говорим так. Если дело находится в производстве или в архиве НГУ, НГУ, НГУ Русского управления, мы его пересмотрим, это дело посмотрим, исходя из ваших жалоб, исходя из ваших доводов, обоснованность, необоснованность. Но если оно находится в архиве УВД и расследовали, принимали окончательное решение на сегодняшний день работники областного управления, мы не вправе, мы за... Агент, это кто? Я бы не знаю. Ну, вы помните право. Он мог быть откомандирован, он мог быть откомандирован, он мог быть откомандирован. Номер дела, номер дела принадлежит НГУ, но где находится сейчас дело, мы выясним. Если оно реально находится в НГУ, рассмотрим, посмотрим это дело на предмет законности. Если оно находится в УВД, вам действительно, вы правильно говорите, вы обжаловали и написали пояснение по этим вопросам. Но круглую область, это действительно тот уровень, на котором, которые надзирают за Аргушенком и его следователи. Поэтому только они могут принять решение, соответствует закону, незаконному, уголовному кодексу, решение принято. Целый, вы говорите, дранинка последний, не имеет соответствия. Мы здесь это некомпетентно разбирать. То есть, чтобы вы правильно поняли, что мы городское, вот, прокурор города и начальник милиции города. А если находится уголовное дело в областном аппарате, то есть, а мы замыкаемся на областной аппарат. А если нет, кто и как, ведь 6 лет, человека у нас мы сбили. И никаких сбегов. Ну, как никаких, нет, есть уголовное дело, есть принятое решение. Но человек ездит по-прежнему на машине, по-прежнему ведет себя, еще и издевательски ко мне относится. Вы знаете, произошло это происшествие, да? Мы, допустим, сегодня похоронили брата, а завтра он пришел ко мне на работу и стал требовать у меня 500 долларов на ремонт машины. Ну, это человеческий фактор, это не... Ну, вы представляете, что он пришел к старушке матери, ей 80 лет, ей, как сказали, 500 долларов, она должна быть там чуть-чуть. Потом он не пришел ко мне на работу, устроил скандалы, требовал деньги. Это виновник ДТП, взбил человека нас. Мы говорим не о человеческих отношениях, что говорим о законодательстве. Если оно у нас, мы его проверим. Если оно не у вас, вы правильно сказали, что я прощаюсь к прокуратуровности. Теперь объясните мне, пожалуйста, раз я уже здесь, скажите, пожалуйста, я заключила договор с однодатом. По этому вопросу? Да, по этому вопросу. Я заключила договор с ним. И вот я заключила договор тоже в 2004 году. С кем? Нежилов Юрий Валентинович. Да, непосредственно вот это так вот. Да, я заключила с ним договор. За все эти годы он раз в 8 мне позвонил. Ну, позвонил очень странно. Сразу звоню я, потому что, ну, не знаю, где делать, кому обращаться. Через час он не перезвонил. И ты говоришь, дело там-то, 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 там-то. Что касается адвоката, вы правили, вы правили, вы правили. Выбирайте для того адвоката. Ну, я выбрала. А как он теперь себя вести, если я считаю, что... Ну, если вы считаете, что он вам не защищает и ведет себя скрыто, возьмите другого адвоката в городе, очень много адвокатов. Как с этим договором? Я оплатила им деньги, две с половиной тысячи. Ну, он всегда будет рассказывать, что он их отработал. Потому что то, что делает адвокат, это руками взять и почувствовать. Это не революбка. За 8 мангу в две с половиной тысячи. Ну, он будет объяснять совершенно по-другому. Возьмем дело, где ли 23 годы тайства от него. Он будет скажет, я за каждое годы тайство. Я сомневаюсь, что от него какие-то годы тайства. Ну, мы философствуем не... Хорошо, да, все. Я поняла. Вы мне не вправли в момента со мной. Нет, причем не вправли. Мы вправли с вами общаться, но мы говорим, как оно есть на самом деле. То есть адвокаты заключили договор, а... Так, теперь объясните мне, пожалуйста, с вами у меня ничего не получается. Куда мне обращаться? Я обращалась в областную прокуратуру. Я получила в областную прокуратуру, эти 7-6, 1 дневника, по-моему. В арбонии, в том же дома не работают. Ну, а потом уже там не работают. Значит, еще кто-то там... Есть мнение адвокатов. Если вам не нравится, как сервис дадут адвокаты, обжалуйте в коллеги адвоката. Они вправе инициировать на своем уровне в отношении этого адвоката, привлечивая в миссис на ответственности, если они посчитают. Если он отбишется, скажет, что нет, на меня наговаривают, на меня оставляют. Хорошо, дело областного. Куда мне обращаться? Допустим, мы... Ну, мы же вам говорили в прокуратуру. Я обращалась, мне буквально месяца два назад пришло письмо, что дело находится... Как правильно сказать? Ну, работа, нет. Работа, да. Ну, по закону, они в течение месяца должны доверять. Если пришла... Да, 6 лет прошло. Пришла жалоба. Что? Как? Ну, мы вам говорили, есть минеральная прокуратура. Если вы считаете, что прокуратура... А есть у вас ответ прокуратуры области сейчас? Есть, сейчас нет на руках. Я поднимусь... Вот, если вам не нравится, вы не согласны с этим ответом, есть минеральная прокуратура. Из минерского 12-31. Скорость есть. Слышите туда жалобу, описывайте. Я не стала. Мне оттуда пришло письмо, что рассмотреть, посмотреть и сделать. У меня уже эти письма есть. У меня письма президента есть. Конечная станция Старопольский суд. Если вам там не удовлетворили вас ветераны. Вы помните тайны, что не... Значит, человек отбили насмерть, и наша область не в состоянии решить этот вопрос. Если бы там по материалам уголовного дела это было, как уголовное дело, как уголовным наказуемым... Но они постоянно описываются. Дело в том, что он прежде всего нарушил правила дорожного движения. Его осветил транспорт, и он объясняет, что он предназначал движение, и следствием его убил человека. Вот для того, чтобы доказать, что он следствие, надо прямую следственную связь доказать. Если человек просто совершил административное право нарушение, его привлечь и, скорее всего, учебные вещи все равно. Поэтому я считаю, что прямой причиной следственной связи между нарушением права дорожного движения, таксистой смерти вашего брата нет. Иначе бы они не имели никаких оснований, привлечь и ускорить. Ну, это непонятно. Он нарушил правила дорожного движения, убил человека на смерть, как это... Ну, вы извините, ну, 20 минут, мы же не можем сейчас. Мы же не в оборудовании, которые мы вам разговаривали. Да. Как оно и есть, то есть оценку давать, ну, мы неправильно. Мы просто сам процесс. Хорошо, как же, думаю, вопрос. Что у меня сейчас уже в Старасбурге? Ну, если вы говорите, что вас не удовлетворил ответ в Генеральной прокуратуре, то да. Генеральная прокуратура мне сказала, что дело как в работе. Вот шесть лет в работе. Вот на решение все еще какие-то сроки. Да. Ну, сроки все. Ну, шесть лет уже прошло. Там жалования, сроки, расследования. Расследования. Ну, если оно принято решение, значит, оно может лежать в архиве истории этого уровня. Где не сказали, что оно принято решение лежит в архиве? Мне сказали, что оно находится в работе. В работе расследования? Какого понятия нет. Не, я неправильно уже сказала. Не ваша проверка. Да, что-то да. Вот в этом духе экспертиза какая-то. Я сейчас вот не могу вспомнить. Вы напишите, еще раз напишите. Если оно действительно проводится, доследственная проверка, то тогда напишите еще одно писание. Вот был ответ такой-то от вас. Какой на сегодняшний день? Как обстоят дела? Но вы поймите правильно, если там уже занимает область, уголовное дело в области находится, в слепшей области. А мы город подотчетный в области. Если прокуратура в области смотрела, прокуратура генеральная смотрела, то как мы вам можем помочь сейчас? Не потому, что мы не хотим, а потому, что мы через себя не приступим. Выше головы мы не прыгнем. Значит, этот вопрос опять в воздухе. Напишите, если вам пришел ответ, что там проводится проверка дальнейшая, вы напишите еще раз. Пусть вам дадут ответ. Каковы же результаты этой проверки, которые проводились? Там же даже было написано, мы вам сообщили. Вот прошло уже 6 месяцев, но до сих пор никакого сообщили. Еще раз, мы вас рекомендуем. Но решите еще раз. Вот я вам говорю, я знаю, у них там два года уже не работают. Ну, я забыла эту фамилию сейчас. Там была другая уже фамилия. Это он мне писал эти 4 года. Билан, если Билан тоже уже там не работает. Я не вспомню сейчас. Месяца 2-3 назад мне пришло письмо в ответ, что это находится в работе. Как каким-то там. Они не закрывают дело. Закрывает дело следователь, а открывает дело прокуратура. И вот это вот закрытие-открытие постоянно. Вот уже 6 лет. Вот такая ситуация. Я поняла все. Вы мне не состоялись. Все, будьте здоровы. Спасибо. 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 Николай Станиславович. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Уже решение есть. горысполкома, чтобы ограничить время работы. на меня.